Доброе утро, глупо уважаемые коллеги. Фундаментальные принципы, ну чтобы в них, так сказать, у нас 20 минут, к счастью, есть, чтобы вникнуть в них, я сначала немножко истории создания компьютерной томографии, но, так сказать, выносимое на защиту, условно говоря, положение, которое я хочу озвучить и которое попытаюсь доказать, заключается в том, что по ДКТ на ЦИДУГе, не является отдельно взятым феноменом, но технологии, возникшие в общем русле развития лечебных и диагностических компьютерно-томографических технологий, широко использующихся сегодня в различных областях медицинской деятельности. Надеюсь, мне это удастся в какой-то степени. Итак, краткая история визуализации в рентгенохирургии или интервенционной радиологии, ну, безусловно, она началась с изобретения лучей рентгена, это всем хорошо известно, 8 ноября 1895 года. Но я хочу сказать, что буквально, по-моему, через 2 или 3 дня Попов в Санкт-Петербурге уже сделал первую лучевую трубку, и первый пациент, которого просветили, это пациент с ранением дробью. И вот, собственно, наверное, и, собственно, удаление дроби, оно было уже ассоциировано с лучевой визуализацией, то есть, может быть, это и отчасти уже и была рентгенохирургия, которая была непосредственно связана с чрезкожными вмешательствами. Вот очень интересно, что меньше чем через 2 месяца от открытия лучей рентгена в Санкт-Петербурге в Императорской военно-медицейской академии Владимир Михайлович Бехтерев собрал экстренное совещание, посвященное роли лучей рентгена в изучении головного мозга. И вот цитата, что он сказал, применение рентгеновского способа в клинике нервных и душевных болезней наталкивается на то препятствие, что мозг окружен костяной покрышкой. Но и для анатомии мозга открытие рентгена может оказаться важной услугой. Так, например, инициируя мозговые сосуды желатина с сернокислым хинином, поглощающим лучи рентгена, удастся, может быть, фотографировать эти сосуды ин-ситу. И, собственно, я этим и закончу, что, по сути, все совершенствование лучевой диагностики, как интернационной радиоинвазивной, так и неинвазивной, будет вращаться в течение 100 лет вокруг головного мозга, как наименее доступного для пальпации, для визуализации органа. Слова Бехтерева реализовались спустя более чем 30 лет. Это тоже легендарная личность Гошмониш, который впервые 12 мая 1927 года выполнил ангиографию, прямую ангиографию пациенту с опухолью головного мозга, гигантскую опухоль гифпофиза, и пациент не умер, и эта дата считается датой рождения ангиографии, в общем-то. Собственно, с этого момента и на протяжении многих очень лет до изобретения компьютерной томографии, как и сказал Владимир Владимирович, ангиография являлась основным методом диагностики фактически опухоли всех паранхиматозных органов, начиная, естественно, с головного мозга, а также опухоли печени, почек, забрюшимных опухолей и так далее. Ну, что представлено, в частности, данной статье 1946 года. Эти статьи регулярно обновлялись о рентген-диагностике с помощью ангиографии опухоли головного мозга. Очень важным этапом было изобретение усилителя рентгеновского изображения, мы его здесь будем называть международной аббревиатурой X-Ray Image Intensificer, что позволило увеличить яркость рентгеноскопии в 1200 раз. То есть усилитель представлял собой вакуумную стеклянную колбу с тонкой сферической алюминиевой пластиной, на которой был нанесен люминесцентный слой сульфида цинка и кадмия, а затем слой фотоэлектрического материала, являющийся катодом. То есть усиление происходило за счет поля магнитного и визуализация происходила вот в такой нарисован глаз, хирург мог смотреть вот этот глазок. Но пока эта технология реализовывалась, на самом деле все происходило намного хуже, потому что вот это тоже наш соотечественник, более того, человек из Санкт-Петербурга в 1956 году в хирургии журнале опубликовал статью «Монокулярная рентгеноскопия как наиболее рациональный метод рентгенохирургических операций». Дело в том, что вся флюроскопия была возможна только в полной темноте на экране, покрытом платиноциналидом бария, как рентген его увидел, это изображение, так и он использовался до начала 60-х годов. И вот здесь вот автор один из предложил вариантов, то есть такую монокулярную рентгеноскопию, то есть хирург одевал, для удаления пули с человека одевал такой криптоскоп-монокуль, и один глаз надо было закрывать, а вторым смотреть на вот этот экран внутри с платиноциналидом бария. Понятно, что качество визуализации было очень и очень плохим. И, соответственно, первая революция, что и породило как таковой рентгенохирургии, это естественное изобретение рентгенотелевизионного устройства, которое было соединено с усилителем рентгеновского изображения, впервые это произошло в 1957 году, что дало возможность раздавать картинку, так сказать, на различные мониторы в пультовой, в операционной, и хирург не был привязан к вот этому глазку пресловутому. Собственно, именно изобретение рентгенотелевидения, а не методики Сельдингера, по большому счету, и позволило Чарльзу Доттеру в 1963 году сделать пророческое предположение о том, что диагностический ангиографический катетер может стать лечебным инструментом, заменив собой скальпель хирурга при поведении многих сосудистых вмешательств. То есть, в первую очередь, визуализация и флюороскопия, о которой Владимир Владимирович говорил, это и было толчком к прогрессивному росту числа как лечебных, так и диагностических вмешательств, потому что до этого рентгенография, ангиография выполнялась только путем хирургической катетеризации, что было крайне неудобно. Ну вот в 1972 году изобретение ротационной ангиографии, то есть это была такая система, ацидуга вращалась вокруг головы пациента, что позволяло проведить серию снимков, таким образом получая 3D изображение сосудов головного мозга, в том числе изобреталась она в первую очередь для диагностики сосудистых заболеваний головного мозга. И в этом же 1972 году, в общем-то, и началась история рентгеновской компьютерной томографии. Все мы ее хорошо знаем, но некоторые части малоизвестны. Собственно, изобретение пошаговой компьютерной томографии стало возможным начиная с 2017 года, когда были заложены фундаментальные признаки, принципы реконструкции радоном, а в 1960-е годы появились компьютеры достаточной мощности, поэтому стало возможным реализовать это на практике. Ну, собственно, первые эксперименты по реконструктивной томографии с использованием преобразования радона в виде формулы свертки и обратного проецирования были проведены Кормаком с 1953 по 1963 годы. А основоположником рентгеновской компьютерной томографии по праву считается английский инженер Хаусфилд, работавший в Центральной исследовательской лаборатории компании ЭМИ. Ну, это тоже всем хорошо известно. Вот его статья. Она опубликована в 1973 году, но изобретение относится к 1972 году. Суть методики заключается в том, что узкий луч рентгеновский был направлен на детектор. В первом компьютере был один детектор, во втором целых два детектора. И, собственно, вот по этой формуле, по логарифмической шкале, вычислялась разница поглощения рентгеновского луча, который ушел с источника, и тот, который был воспринят на детекторе. И это позволяло реконструировать, соответственно, 3D-модели. Эта картинка всем хорошо известна, она облетела весь мир. Это первая компьютерная томография головного мозга, выполненная Хаусфилдом в Лондоне. Но вот это намного менее известно. А это что это такое? Это дата изобретения конуса лучевой компьютерной томографии. Это уже не Лондон, а Америка. Клиника МИО, 1974 год. И здесь для компьютерной томографии был использован обычный усилитель рентгеновского изображения, вот примерно такой, как здесь представлен. Эта схема тоже из этой же статьи 1974 года РОБА. Мы видим, что здесь просто используется обычный усилитель, соединенный с видеокамерой, который оцифровывает сигнал. Число детекторов здесь не было два. Оно было, по сути, безграничным и зависело только от разрешающей способности камеры. Дальнейшее развитие. Коммерчески доступные сканеры второго поколения отличались от первой системы Хаусфилдом тем, что для более быстрого сканирования был установлен целый ряд детекторов, которые в качестве сентиляторов использовали кристаллы едида натрия или кристаллы фторида кальция. Установка целого ряда детекторов для более быстрого сканирования потребовала перехода от использования прямого луча к рентгеновскому лучу веерообразной формы или веерному лучу с небольшим углом расхождения. Первые сканеры всего тела с широким веерным лучом и быстрым керамическими детекторами, обладающими более высокой квантовой эффективностью, появились на рынке в 1976 году. Все они работали по принципу поступательного вращательного движения, при котором рентгеновская трубка и ряд детекторов поворачивались вокруг пациента, а потом возвращались обратно, совершая один шаг с получением всего лишь одного среза, где толщина один сантиметр, что занимало около 10 секунд. На все сканирование головы требовалось от одного часа и более. Но интересно, что в 1976 году по работам роба также была представлена вот эта статья, где использовался для компьютерной томографии, мы будем сейчас назвать конус лучевой компьютерной томографии, также обычный преобразователь рентгеновского излучения. И здесь была крыса отсканирована, вот мы видим размер самого поля обзора этой крысы слева, а справа реконструкция одного среза. Автор отметил, что использование рентгеноскопических 2D-изображений для компьютерной реконструкции срезов тела дает существенное преимущество по сравнению с КТ-сканерами первого поколения, придуманными Хаусфилдом. И было отмечено в этой статье, что среди преимуществ использования усилителя изображения для выполнения КТ является простота механической конструкции и вытекающая из этого более низкая стоимость оборудования, высокая чувствительность системы однократного сканирования, приводящая к значительному снижению дозы облучения пациентов, отсутствие необходимости пошагового сканирования, что принципиально снижает время исследования, а также пространственное разрешение, намного превышающее. Посмотрите, 1976 год, пространственное разрешение, намного превышающее разрешение, получаемое с помощью монокристаллических детекторов. Это цитата из этой статьи. То есть компьютерная томография с помощью усилителя изображения более быстрая, с большим разрешением. Вот здесь приведены различия в геометрии рентгеновского пучка, пошаговый КТ второго поколения, иконус лучевой компьютерной томографии. Мы видим, что в первом случае используется веерный пучок, у которого угол веерного расхождения стандартный, так он и будет, 52 градуса. А вот пирамидального расхождения практически по оси Z имеется в виду нет. В то же время, вот в первой системе, которая использовала конусно-лучевая томография, был конический луч, это примерно как фонариком светить на стену, с небольшим углом расхождения, используемым при проведении, с использованием усилителя изображения диаметром 5 дюймов. В данном случае это позволило робу уже в 83-м году сконструировать вот такую систему. Как я уже сказал, КТ к тому времени сканирование легких занимало час, а то и больше. Вот эта система, которую авторы назвали динамически объемный реконструктор в клинике МИО, она получала изображение несколько кадров в секунду, причем всей грудной клетки. Использовалось сначала 14, а затем 28 трубок рентгеновских, которые отображали изображение, отсвечивали на 2D флюороскопические экраны, что позволяло получать удивительные для того времени 4D изображения работающего сердца в режиме реального времени. В то же время использование вот этих усилителей рентгеновского изображения в КТ сразу предпринялись попытки создания прототипов для контроля проведения лучевой терапии. Это 1984 год. Единственное, что останавливало для внедрения этой технологии в широкую массу, это то, что использовался стандартный для пошаговой компьютерной томографии алгоритм реконструкции, который предполагает, что все лучи идут параллельно. Так вот, этот алгоритм работал только для небольшого поля обзора. В том же году три математика, Филькам, Дэвис и Кресс создали новый алгоритм. Дело в том, что стандартный алгоритм сверки обратного проецирования верного луча создавал неприемлемые артефакты реконструкции для углов конического луча, превышающих 8 градусов. Для создания трехмерных изображений из 2D-проекции, полученных с использованием широкого рентгеновского луча конической формы, был необходим новый алгоритм. Вот, собственно, это и произошло. В 18-м году эти математики разработали и опубликовали легко реализуемый практичный алгоритм для томографической реконструкции по данной 2D-проекции, при реализации которого «показатели производительности в целом сравнимы со стандартным алгоритмом для верного луча», что может рассматриваться как его естественное продолжение. Ну вот, в 86-м уже первый прототип челюстно-лицевого сканера был создан с использованием ИОПа, электронно-оптического преобразователя на базе усилителя изображения. И что характерно, алгоритм Филькампа позволял получать полноценные трехмерные реконструкции. Для этого достаточно было проводить сканирование всего лишь на 180 градусов плюс угол рентгеновского пучка, вот этого конусного луча, который обычно составляет 20 градусов. А качество изображения зависело от числа полученных проекционных 2D-изображений, то есть от скорости вращения к гентре и скорости рентгенографии. Вот первый челюстно-лицевой сканер в 86-м году. В 89-м году был создан первый прототип на основе усилителя рентгеновского изображения для ангиографии. Здесь представлена его схема. Был использован обычный усилитель диаметром 35 см с тандемной видеокамерой на основе ПЗС-матрицы. А для реконструкции 250 проекций применялся алгоритм Филькампа Дэвиса Кресса. Авторы отметили, что качество полученных изображений оказалось на удивление хорошим, что позволило получить высококачественную визуализацию сосудов, ну там Фантом использовался, поэтому в скобочках сосуды, диаметром 2 мм в срезах практически любой ориентации, что свидетельствовало об истинной изотропном качестве реконструкции. Подобных систем на тот момент не существовало вообще, кроме этой, потому что спиральную томографию не изобрели. И вот, собственно, в том же году первый прототип был создан спирального томографа, это уже календар в Германии. Стало это возможным благодаря изобретению технологии, разработке технологии такосъемных контактных колец, которые позволили передавать энергию на лучевую трубку при постоянном вращении гентри без использования кабелей. В 1992 году все основные производители рентгеновского оборудования анонсировали создание коммерчески доступных односрезовых сканеров. А это 1997 год, это конусно-лучевая КТ на основе усилителя рентгеновского изображения с большим ИОПом, с большим полем обзора 35 см. И вот это исследование на свиньях, вы видите, что качество КТ изображений было очень и очень неплохим, с расхождением угла в 16 градусов. Ну, собственно, дальше, 1998-2004 год. 1998 год известен тем, что первый многосрезовый, четырехсрезовый сканер создан компьютерно-томографический, оснащен уже четырьмя рядами керамических детекторов, давший начал быстрой, так называемой многосрезовой спиральной компьютерной томографии, позволившей выполнять фазово-селективную динамическую визуализацию сердца, положившую, собственно, конец эпохи вот этих динамических пространственных реконструкторов из клиники МИО. В 2001 на рынке появились 16-срезовые спиральные томографы, после чего гонка срезов только усилилась и привела к созданию 64, 128, 256 и даже 320 срезовых томографов. Дело в том, что при работе 64-срезового томографа спирального ширина рентгеновского пучка составляет не более чем 4 градуса, что все еще позволяет использовать алгоритмы реконструкции, стандартные для спиральной компьютерной томографии. Однако для реконструкции изображений, полученных в использовании более широких углов феерного, точнее уже пирамидального луча, оказался необходим алгоритм Фелькампа Дэвиса Кресса, что представлено в данном рисунке. Вот мы видим, что на 16-срезовом томографе угол пирамидального расхождения составляет 2 градуса, а на 256-срезовом уже критически 8 градусов. На 320-срезовом, соответственно, может использоваться только алгоритм Фелькампа. Ну, развитие спиральной компьютерной томографии, это в легендарной статье календара 2005 года, это все было отмечено. Мы видим, что постепенно, это рисунки автора, веерный пучок перешел в конбим КТ, то есть конусно-лучевую компьютерную томографию, поэтому спиральная томография в настоящее время тоже является конусно-лучевой. Где эта конкретная граница проходит, она такая не очень четкая, но тем не менее это очевидно. Вот дальше развитие пирамидальной лучевой компьютерной томографии. Следующим и логичным ее этапом была разработка плоскодетекторной компьютерной томографии, основанной на использовании цифровых плоских детекторов. Устанавливаем их на различные типы гентри. Здесь представлены различия между геометрией луча на 256-разрядном детекторе и на плоскодетекторном компьютерном томографии, то есть по ДКТ, который использует пирамидальный луч, но число срезов не 256, а 1536 в данном случае на стандартной матрице на плоского детектора размером 30 на 40 сантиметров. Отличия, как мы видим, минимальные. Здесь угол пирамидального расхождения 16 градусов на ПДКТ, а на 256 рядном 8 градусов. Фундаментальные принципы ПДКТ под конец. Фундаментальные принципы. С технической точки зрения ПДКТ представляет собой многослойный спиральный компьютерный томограф, но с очень широким и плоским детектором, состоящим более чем 1000 рядов компактно расположенных ячеек. Пространственное разрешение ПДКТ намного превосходит разрешение спирального томографа. Но контрастное разрешение уступает разрешению спиральной томографии за счет особенностей сцинтелляторов, используемых в детекторе. А используется все тот же, предложенный в 50-х годах, Едицезия, правда, легированной Талием на базе аморфного кремния. Для выполнения ПДКТ необходим один поворот системы на 180 градусов плюс угол пучка, и дальнейшее улучшение скорости сканирования качества изображений зависит от совершенствования конструкции самих детекторов. ПДКТ не является конусно-лучевой томографией, хотя часто так называются в связи с иной геометрией рентгеновского пучка, что видно на данном рисунке. Слева это конусно-лучевая томография, она получает изображение 3D-объем в форме шара, а ПДКТ получает в форме конуса, и видно, что геометрия немножко другая. Современный КТ-сканер на основе полоских детекторов на самом деле вы все хорошо знаете, это челюстные сканеры, которые используют вот этот алгоритм Филькампла и те же самые плоские детекторы, о которых я только что говорил, и сканеры для ортопедии и травматологии, и сканер для нейрохирургии, который сегодня уже показывали, и травматологии, и так называемая UARM-система, и сканер для молочной железы, для каждой молочной железы по отдельности. Это один уже коммерчески доступный вариант, вот сканер для молочной железы, другой вариант. И даже микро-КТ есть для лабораторных животных, которые создают беспрецедентную разрешающую способность до 70 микрон. Что же касается ангиографии, то создание коммерчески доступных ангиографических установок с функцией по ДКТ произошло в 2004 году. В частности, компания Siemens выпустила несколько ангиографов. По сути, что было? Заменен детектор на основе усилителя ангеновского изображения, был заменен на плоский детектор, что принципиально улучшило качество разрешения, как контрастно, так и пространственно, принципиальным образом изменив его, что дало возможность получать мягкотканное изображение с очень хорошим контрастом. Как происходит сахарирование, так же как в спиральной томографии, поворачивается система на 180 градусов. Здесь представлен оборот на 360, потому что забор идет по оси Z, двигается еще система, это роботизированная ангиографическая установка, позволяющая очень быстро проводить сканирование. То, что касается плоского детектора, до сих пор самосоздание их, это первое-второе поколение, они состоят из двух слоев, тонкая пленка кристаллов идида, цезия, и второй слой – это фотодетектор из гидринно-аморфного кремния. Не вдаваясь в технические особенности, думаю, что это пока достаточно, однако надо отметить, что постоянно идет совершенствование систем, как разрешающей способности контрастной, так и пространственной. На сегодняшний момент вот эта система используется. Что это нам дает? А это дает изотропное пространственное разрешение по ДКТ до 150 микрон. Причем спиральный компьютерный томограф разрешения не превышает 600 микрон, то есть значительно выше. Что и дает нам возможность получать изображение вот такого качества – это кахлеарные структуры и даже проводить имплантацию кахлеарных каких-то имплантов под скопическим контролем у пациентов в клинике с такой вот решающей способностью. Ну вот здесь представлено сравнение спиральной компьютерной томографии и плоскодетекторной для проведения челюстно-лицевого сканирования. Мы видим, что качество принципиальным образом отличается. Другим намного лучше контрастна и геометрия совершенно изотропная, в отличие от спирального томографа. И видны каналы дентальные совершенно другим уровнем качества. Недаром это на сегодняшний момент стандарт диагностики для челюстно-лицевых сканеров. Ну, контрастное разрешение по ДКТ, к сожалению, значительно уступает. Ну, можно сказать так, что разность затуханий для по ДКТ – 5 единиц хаусфилда, а для МСКТ предельно доступно выявление разницы затуханий в 3 единиц хаусфилда. Но, тем не менее, это позволяет, учитывая очень высокое пространственное разрешение, с высокой степенью надежности визуализировать высококонтрастные структуры, такие как контраст в сосудах либо стенты. Ну, и вот революция в нейровизуализации, она под вопросом поставлена. Где-то в 2022 год авторы опубликали свои данные по визуализации центральной артерии сетчатки глаза. И они сообщили о том, что в этом исследовании мы продемонстрировали, что по ДКТ с внутриартериальной инъекцией контрастного числа может отображать нормальную сосудистую сеть сетчатки инвиво с беспрецедентной детализацией. То есть это наилучший на сегодняшний момент из возможных методов визуализации, в частности, таких артерий. Ну, и, собственно, развитие технологии цибральной ангиографии. На сегодняшний день 97 лет с первой ангиограммы, представленной Монишем. И вот 2024 год это по ДКТ в нашем институте сосудов головного мозга. И в заключении ангиографический комплекс является единственной системой, позволяющей на одном операционном столе выполнять рентгеноскопию, рентгенографию, ангиографию, цифровую субстанционную ангиографию и компьютерную томографию при проведении различных эндоваскулярных, чрезкожных и комбинированных вмешательств в режиме 3D реального времени, то есть в трехмерном режиме реального времени. Спасибо за внимание. Продолжение следует...